Приветствую вас, друзья! С вами снова Антон, канал Акваферма, и в этом ролике отвечаю на многочисленные вопросы, а что там с Ростельхозбанком. Разберем всю эту ситуацию. Смотрим! Дорогие друзья, название этого ролика не просто так звучит, результаты работы. Мне хотелось бы здесь поделиться, какие же результаты мы получили, и что, соответственно, произошло за последний месяц, с тех пор, как я выложил ролик о Ростельхозбанке. Ну, давайте начнем с того, что я хочу поблагодарить всех вас за такую активность, которую вы проявили в комментариях, за многочисленные лайки, за репосты этой записи. Именно благодаря такому живому интересу, который вы проявили, этот ролик получил широкую огласку, что привело к тому, что буквально через неделю после выкладывания этого ролика со мной связался президент Ассоциации фермеров здесь у нас, в Ленинградской области, Михаил Шконда, и предложил быть посредником, поучаствовать в решении моего вопроса с Ростельхозбанком, а именно организовать встречу меня при его посредничестве с руководством Ростельхозбанка здесь у нас, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Руководителем является Кольчик Алексей Григорьевич. Именно эта встреча и была организована. Мы здесь встретились у нас на хозяйстве, посмотрели, чем мы занимаемся, поговорили, походили, обсудили вопрос отказа в кредите. Напомню, для тех, кто, может быть, по каким-то причинам не смотрел первый ролик, официальной причиной отказа послужило то, что по результатам 2019 года, 2019-го, мое фермерское хозяйство показало убыток, связанный с тем, что по налоговой декларации показало убыток, связанный с тем, что мы много инвестировали денег в покупку дополнительных земельных участков, в стройку. Поэтому декларация была сдана с убытком. Это было сознательно, так как, ну, действительно, мы очень много тратили, в том числе и своих денег вкладывали. Такое зачастую бывает, когда хозяйство масштабируется. В этом нет ничего такого. То есть это нормально совершенно. После того, как мы пообщались, посмотрели, что у нас есть, что бы мы хотели, было принято решение попробовать еще раз. Теперь уже непосредственно при участии Алексея Георгиевича в получении нам кредитного продукта. По результатам 2020 года, так как уже, собственно, у нас 2021, наша декларация, она уже прибыльна. То есть 2020 год мы закончили в прибыли и налоговую декларацию сдавали уже имея прибыль. На данном этапе уже ничего не мешало, по крайней мере, вот по этому формальному признаку, нам податься еще раз. Это было сделано достаточно оперативно. Буквально за две с половиной недели все необходимые бумаги заполнить. Опять же, здесь здорово помогло участие Алексея Георгиевича. Мы заполнили все необходимые бумаги. Не приходилось мне там составлять какие-то гигантские отчеты. В общем, буквально через несколько недель мое хозяйство, я лично, получили все-таки заветный льготный кредит под льготную 5% ставку годовых. Да, конечно, он там предусматривает определенные обязательства в части отчетности, в части траты этих денежных средств. То есть это целевые денежные средства. Но это обязательное условие, так как речь идет о льготных деньгах, льготной процентной ставке, которая субсидируется или датируется как угодно, в том числе Министерству сельского хозяйства и Центробанком и так далее. Поэтому, в принципе, эти ограничения, они имели бы место независимо от того, где вы получаете льготный кредит. Резюмируя, фермерское хозяйство мое получило льготный кредит от Россельхозбанка, как мне кажется, благодаря тому, что определенную огласку получило мое обращение и вообще ситуация. Кроме того, конечно, благодаря участию непосредственно руководителя Россельхозбанка здесь на местах. Поэтому я считаю себя морально обязанным известить об этом аудиторию. Ну, собственно, я оглашаю всего лишь результат. Мое фермерское хозяйство кредит получить смогло и получило. Вместе с тем не могу не вспомнить о моих коллегах, которые на данном этапе, также в момент написания прошлого ролика, имели острую необходимость в этих деньгах и кредит им еще не был получен. На данный момент их ситуация находится в режиме перезапуска. Со всеми была проведена такая же работа, как со мной. Другое дело, что их кредитные продукты, они значительно больше. То есть если мы говорим о двухмиллионном кредите, который получил я, то там инвестиционные кредиты, они имеют больший объем и, соответственно, работа ведется. Но на данном этапе еще они этих денежных средств не получили. Вместе с тем мы внимательно следим и принимаем какое-то активное участие по мере сил в том, чтобы все-таки их ситуация также положительно разрешилась. Отдельно хочется сказать, под нашим прошлым роликом было больше, если я не ошибаюсь, 800 комментариев. Огромное количество из них были остро негативные. От совсем таких резко негативных, по типу, да что ты от них хочешь, это вообще там не банк и так далее. До таких нейтрально негативных банкам это все там неинтересно и так далее. В общем, негатива было крайне много. Поэтому, опережая тех людей, которые, возможно, там ожидали от меня вторую серию в духе, опять, какие же все мерзавцы вокруг, могу сказать, что я всего лишь делюсь результатом. Вот, опять же, результатом на своем опыте и результатом тех коллег, которые занимаются сельским хозяйством буквально вот рядом со мной, в радиусе вытянутой руки. Безусловно, это результат и, безусловно, это еще не конец. Мы ожидаем, что и мое фермерское хозяйство получит дополнительное финансирование уже как по инвестиционному кредитованию, да, и мои коллеги также получат этот кредит. Поэтому работа продолжается, но уже сейчас можно подвести определенную черту. Льготный кредит крестьянско-фермерское хозяйство Акваферма получила. Отдельно для тех, кто сейчас там уже думает писать в комментариях что-то наподобие «Алексеев продался», там, да, все понятно, все куплено, там, и так далее. Друзья, этот ролик ни в коем разе не создан для того, чтобы делать рекламу Россельхозбанку. Я хотел бы, чтобы он воспринимался как сухое изложение фактов. Была организована встреча, была проведена работа, кредит получен. На данный момент вот это именно то, чем я хотел поделиться. Подводя итог видео, коммуникация налажена, работа ведется, надеемся на лучшее. Собственно, что хотел сказал. Друзья, всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok